За 2011 год фаеры, матерные кричалки и выходы тренеров за пределы технической зоны обогатили детский футбол на 33 миллиона рублей. При общей сумме трат в 50 миллионов. Если представить, что тренеры научатся контролировать эмоции, фаеры исчезнут, а фанаты перейдут на приторно-вежливый дворянский слог. Что может случиться с детским футболом, даже страшно представить. К слову, «Динамо» и «Зенит» оштрафовали примерно поровну, только без зрителей. «Зенит» проведет две игры, «Динамо» одну. Интересно, что, по мнению КДК, бранные речевки поклонников гостей из культурной столицы оказались на 20 тысяч рублей некультурнее, чем игрослов динамовских фанатов. Но для детского футбола любое слово, точнее, копейка на счету. И снова ни слова не сказали о работе сотрудников правопорядка. Естественно, после того, как петарда была брошена, попытка достать из толпы нарушителя привела бы лишь к массовой драке. Правда, после игры также никого не нашли. Первоначально задержали трех девушек и тут же отпустили, не имея никаких доказательств их вины. Но вообще-то пресекать подобные броски полиция обязана на подходах к стадиону. То, каким образом через 4, 5, 6 кордонов, где у нормальных людей отнимают зажигалки, монеты, расчески, все что угодно. Через все же эти кордоны проносятся целые ящики боеприпасов. Наверное, не надо слишком долго объяснять, каким образом все это осуществляется. МВД, оказывается, тоже известно. Только раньше скрывали. Петарду на матч пронесли, по прогнозам правоохранителей, внутриполосным способом. Проще говоря, в том месте, который не может появиться в эфире приличного новостного выпуска. Зенит заявил, что будет обжаловать решение, хотя это едва ли что-то изменит. В российском футболе впервые появился прецедент, по сути, рецепт того, как скрывать матчи с выгодой для клуба или вредить сопернику. Суровый регламент четко распределит наказания и штрафы. Искать виновных совсем не обязательно. Достаточно просто надеть шарф любой команды и забросать поле фаерами. И сорванный матч доиграют в офисе КДК. А детский футбол продолжит развиваться. Александр Буренин, Кирилл Краснов. Новости 24 Петербург.